В Наринмаре прошел праздник семейного творчества, приуроченный к Международному дню родного языка. В мероприятие приняло участие семь семей – ненецкий детский коллектив «Ханейко», вокальная группа «Родничок» и фольклорная группа «Талица». Также прошла презентация мультфильма по мотивам стихов поэта Алексея Печкова. Праздник семейного творчества начался с представления семейных театров. Взрослые вместе с детьми показывали различные сказки, скоморошины, легенды и традиционные бытовые сценки на родных языках – русском, коме, ненецком и таджикском. Затем все дружно разошлись по тематическим площадкам. Масленичная куколка. Делают ее в понедельник, в первый день масленичной недели, чтобы всю неделю эта куколка масленичная стояла у вас дома, может быть, на окошке или у вас в комнате, и собирала все-все-все плохое в себя. Таких кукол раньше называли масленички. Их можно было сжигать в последний день масленицы или обмениваться в течение недели. Чем страшнее куколка, тем считалась лучшая. Можно было ее ругать, не хвалить, не жалко было. Только красивую куколку плохо ругать, да? Жалко ведь. В это время остальные детвора и взрослые играли в традиционные ненецкие, русские и коми-игры. Например, старинная игра «Бирюльки». Сначала опытный игрок Вера Семенова проводит инструктаж. «Бирюльки ложатся на ладошку, на ладошечку ложатся, в кулачок, правильно скидываются, вот не полностью так, а вот так. И нужно взять так, в «Бирюльку», чтобы не коснуться, другую не задеть. В этом смысл». Эта игра стала популярной еще в 19 веке. Пока среди детей, а затем и взрослых. В старые времена игрушек же не было. И необыкновенные палочки, которые найдут на улице, или веточки, там, в общем, вот так вот что-то сделают. И начали они играть такой игрой. А потом уже со временем взрослые заметили, как интересно, дети-то играют, ведь сами придумали. И начали уже взрослые играть. И потом уже, как говорится, такая игра приняла уже массовость, уже много стало народу играть. И даже уже люди, которые уже богатые люди, заинтересовались этой игрой. Родственный состав на таких праздниках не ограничен. В основном это были мамы, папы с детьми, бабушки с внуками. К ним могли присоединиться и дальние родственники. Ведь основная цель мероприятия – сохранение родных языков и традиционной культуры. Александра Литкова, Любовь Пермякова, Антон Бодряков, Телеканал Север.